Нужно пару секунд подождать, оно подгружается на ютубе сразу. Все, мы в эфире. Да, все, мы работаем. Сюша, привет. Первый вопрос, можно тебя называть на ты или не на мне? Конечно, можно. Все, можно. Спасибо, что ты пришла ко мне в эфир. Спасибо, что меня пригласил. У меня, в общем, я не сплю по ночам, потому что я думаю об этих эфирах, потому что мне это очень интересно сейчас делать, потому что мне кажется, про парфюмерию все уже сказано. Хочется делать что-то другое, новое. И вообще, жанр интервью у меня появился. Спасибо тебе огромное, что ты согласилась сразу. В общем, у меня к тебе много вопросов, и многие из них немножко, конечно, ну не то чтобы провокационные, они интересные. Поэтому я тебя сегодня поспрашиваю, и все зрители, которые к нам сегодня пришли. Тебе сразу пишут шалом, алейхин, Ксения. Это Саша, мой постоянный подписчик. Значит, первый вопрос, который я тебе хочу задать. В общем, твой канал знают все. Да ладно. Да, твой канал знают все, и мои подписчики, которые со мной переписываются там в личных этих сообщениях, все тебя знают. Но у меня вопрос такой. Ты считаешь себя скандальным человеком или нет вообще, скандальной личностью? Потому что тебя очень многие запоминают с каких-то скандальных вещей. Хотя, конечно, я этим скандальными вещами назвать не могу. Просто, знаешь, это и есть жизнь, это и есть ты, поэтому ничего не поделаешь. Ты считаешь себя скандальным человеком или нет? Скандальным в смысле провокативным, провокационным или скандальным в смысле истеричным. Это такая грань тонкая. Потому что есть бабы, которые как-то понимают шум. Провокационным. На Ютьюбе я не считаю. Я считаю, что я как бы в своей обычной жизни делала намного более крутые, скажем так, вещи, чем я делаю на Ютьюбе. На Ютьюбе я держусь в очень-очень рамках. У меня муж когда смотрит иногда, редко мои видео, я говорю, смотри, я вот здесь вот так вот сказала. Он говорит, да нет, здесь ты очень сильно держала тормоз. Поэтому в жизни я на самом деле в своей работе я намного более резкий, скажем. Я даже не могу сказать, провокативный какой-то или что-то, а более резкий просто человек. И я, если мне что-то не нравится, я это как бы никогда не скрываю. Я, ну не знаю, меня воспиталось немножко другое общество. Может быть, поэтому людям, которые воспитаны в более таком российском традиционном или постсоветских странах в традиционном воспитании, для них может быть это неприлично. А я воспитана в обществе, где принято говорить то, что ты думаешь, и не оглядываться на то, что кому-то это не понравится. И у меня есть очень много друзей, которым не нравится то, что я думаю и высказываю в политических каких-то взглядах или других. И при этом мы остаёмся друзьями. И как бы на эти темы, когда даже скрещиваемся, да, то всё равно как-то мы эти шпаги разводим потом. У нас нету темы друг друга унизить. Да, поняли, что мы не сходимся, ещё раз это всё перетёрли и пошли дальше. Поэтому вот я заметила, что у постсоветского пространства нет такого понятия, что мы не сошлись во мнениях, разошлись на этой почве, как бы. А на остальных продолжаем сотрудничать и общаться. Вот как-то так. Поэтому я не могу сказать, что я что-то вижу такое, что-то я сделала скандального. Вот. Всё, мы поняли. Я могу ещё продолжать очень долго, так что ты меня останавливаешься, потому что я разовью это ещё 20 разных сторон. Такая система, что когда ты говоришь, себя показывают, когда я говорю, меня показывают. Поэтому лучше, как бы, знаешь, каждый из нас до какой-то определённой точки выговаривается. Окей, понятно. То есть как-то, я не знаю, по тезисам что-то такое. Следующий вопрос, который меня очень интересует. Значит, блогерство твоё – это просто нереальный какой-то массив, это целый пласт. У тебя 4 канала. Это нереально. У меня, значит, 2. Второй чахнет, я уже нет сил им заниматься. Первый, основной, но у тебя 4 канала. Один из них АСМР. Откуда столько энергии ты вообще берёшь? И я по себе знаю. То есть если тебя это прёт вообще, если ты как бы живёшь Ютубом, понимаешь? Если ты день живёшь, и ты понимаешь, что тебе кровь из носа нужно записать видео и выложить, и сделать что-то на Ютубе, то как бы, знаешь, от тебя не надо ничем там гонять, не надо тебе никакого настроения давать, там, и всё, от тебя просто это знаешь, идёт и идёт. Где ты берёшь столько энергии на 4 канала, объясни мне. Поделись секретом. Я тебе скажу, третий, который про воспитание детей, он у меня такой тоже в процессе, он чахнет, потому что у меня особо нет тем, потому что я как-то поняла, что это не так всё сложно, и я не вижу, вот в чём у людей заковырки происходят, да, почему у людей, вот, когда сидишь дома, ничего не делаешь, так начинаются и проблемы, поэтому про воспитание детей как-то у меня пока не идёт, третий канал, а остальные, когда у меня есть что сказать, и это интересно, откуда я беру энергию, я не знаю, я не могу сказать, что я живу и тёмно, потому что у меня, кроме этого, ещё есть две работы, как бы я организатор спортивных мероприятий, и я подруковаживаю нашими школами под дзюдо, и ребёнок у меня, конечно, есть и две собаки ещё, откуда энергия, я не знаю, я вот в 12 часов дня просыпаюсь, вижу солнце, и меня попёрло, я как заведённая до 4 часов ночи скачу, я не знаю, я такой человек, я когда сижу дома, у меня бывает такое полдня, я сижу дома, и вот пятница, кстати, сейчас самый скучный день в моей жизни, потому что у нас после обеда всё закрывается, всё умирает, ничего не происходит, и так до вечера, а вечером уже выползают люди, которые приехали погулять в Тель-Авив, и вот эти полдня, это скучные полдня, я не знаю, куда себя деть, я чувствую, что это так бездарно потрачено время, причём, ну, как бы дом, да, вот уборка, у меня этим занимается уборщица, у меня нет вот желания пойти там отдрать сковородки, мне хочется что-то сделать, на работу пойти не могу, потому что все отдыхают, на Ютюбе тоже уже всё переснято, опять же, хочется мне, как ты говоришь, да, баночки показывать, очередной раз там про партюмы или про что-то, хочется выйти, показать что-то интересное, а ничего интересного не происходит, потому что все спят. Я начинаю вот это в пятницу медленно лезть на стены за эти пять часов, пока у меня вроде как бы законный выходной, поэтому я не знаю, откуда столько энергии, но я всегда была энергичным человеком, и от солнца, ты знаешь, я про это как-то рассказывала, что если вот у нас было несколько дней, не было солнца, вот сейчас оно появилось, и это были тяжёлые дни в моей жизни, и мне ничего не хотелось делать, а у нас солнце как бы 360 дней в году, поэтому от солнца я приезжаю в Европу, когда я начинаю страдать, мне ничего не хочется делать, потому что нет солнца, нет вот этой энергии солнечной, а у нас солнце круглый год, я вижу солнце, и тут же подскакиваю, бегу делать что-то, вот, наверное, так на меня действует погода наша. Солнце. Солнце, я тоже с солнцем соглашусь, когда у нас нет солнца, прям на стены прыгаешь от ужаса, не знаешь. А представь, когда солнце 360 дней в году? Вам повезло в этом плане. Так, ещё один вопрос от меня, и есть зрители наши, 22 человека смотрят, неплохо, кстати, для такого времени суток. Значит, смотри, вопрос от меня, но немножко такой будет, без задней мысли, но я просто, мне интересно это узнать. Твой канал, вообще, твои каналы, твоя деятельность на YouTube, понимаешь, это просто классный месседж, который говорит о том, что, знаешь, евреям быть классно, в Израиле жить супер, типа, ну, позитивный идёт какой-то месседж. Но я тебя хочу спросить, есть ли вообще негативная отдача и трудно ли быть вот таким открытым блогером такой национальности жить в такой стране и просто показывать свою жизнь и говорить о вещах, при том, что, как бы, на YouTube такая некомфортная среда и столько, как бы, идёт негатива? Знаешь, это всё очень банально просто. Когда ты свободный человек и ты себя не чувствуешь ущербенным человеком по той или иной причине, национальность, я не знаю, цвет кожи, ориентация ещё какой-то, да, ты сам себе, как бы, рождаешь эти проблемы. У меня нет никакой проблемы ни с чем. У меня нет проблемы с тем, что многие люди меня не любят, просто вот на YouTube мне тоже часто говорят, как же вот негатив тебе напишут, что ты старая, уродливая. Вы знаете, многие люди меня не любят априори, потому что я еврейка. Кого-то не любят, потому что он чёрный, кого-то не любят, потому что он поменял пол, кого-то не любят, потому что он ещё что-то сделал, даже не зная о том, каким человеком я являюсь. Никому это даже не интересно, да, поэтому вот это, для меня это автоматически, да, обезличивает вот эту ненависть и говорит, что она просто ни о чём, она не идёт лично ко мне, она идёт просто к какому-то, такому виртуальному объекту, которым я не являюсь. Просто эти люди, которые ненавидят кого-то без того, чтобы на это были, как бы, ненавидят меня за то, что я одной или другой национальности, это люди, которые просто их, ну, у них в жизни ничего делать, кроме как ненавидеть других людей, неведомо за что. И меня очень тяжело обидеть, потому что я прекрасно знаю, что взрослые люди друг друга не любят. И очень многим не нравится, очень много, что он другие, и мне тоже много не нравится на других людях, я это прекрасно понимаю. Просто в интернете есть возможность это высказать. И те блогеры, которые показывают вот это вот всеми путями, что им это очень обидно, им это очень тяжело, им это так неприятно, на них и нападают. На меня никто не нападает, потому что все знают, что от меня они получат в ответ только короткий адрес из трёх букв. И всё, больше мне нечего на это ответить, и это не зайдёт ко мне глубоко в сердце, я не буду сидеть и переживать, что кто-то сказал, а, старая жидовка сидит. Ну, окей, мне это не мешает. Я-то от этого не стану ни хуже, ни лучше, поэтому я воспринимаю это как-то параллельно себя, я прекрасно знаю, кто я, и с чего я стою. И у меня есть глаза, я вижу себя в зеркале, и я прекрасно себя могу оценить без того, чтобы развестись на чьи-то комментарии неадекватные. Вот как-то так. Поэтому негатива, конечно, очень много. Каждый день я блокирую кучу комментариев, которые имеют отношение к Израилю, к моей национальности, причём это не русскоязычные люди, это люди, которые арабы пропалестинские, из каких-нибудь других европейских или из Америки, да, вот из таких стран. И комментарии чаще всего бывают просто «Гори синим пламенем Израиль», «Свобода Палестине» и так далее. Фу, спасибо за ответ. Я могу продолжить, у меня нет проблем. Могу про арабские эмираты рассказать, про то, что они спонсируют наш терроризм, но я знаешь, как далеко могу пойти. Ну, это если захотят зрители нам. Так, тут ещё небольшой политический вопрос. Значит, Ксения, вы часто критикуете левые политические идеи в контексте риторики государства Израиль, что понятно и правильно. А как вы относитесь к левым идеям вообще? В смысле, к левым идеям вообще в мире или в Израиле? Я так подозреваю, что левые взгляды тут подразумевают. То есть, как вы относитесь к левым? В мире, да, опять же в мире. Я так понимаю, это вопрос вообще, знаешь, как марксизм, коммунизм, там... Идиотизм. Я думаю, я ответила на этот вопрос. Идиотизм. Я, кстати, тоже не сильно поддерживаю. Марксизм, ленинизм, идиотизм. Ну и так далее. Ещё можно другие тезисы придумать на эту тему. И названия, и высказывания. Так, дальше. Я могу развить, если тебе интересно. Ну, если... Давай, кстати. Ну, типа, я могу сказать, что... Что человек такое существо, которое склонно к тому, чтобы не быть в уравняловке, а выбиваться, добиваться, завоёвывать. И кто пытается человека запихнуть в коммунизм, в социализм и уравнять, он пытается совершить насилие над естественными человеческими инстинктами, да? Особенно над мужчинами. Женщина ещё, ладно, у мужчин, это, естественно, для своей сини что-то лучше ухватить, принести и так далее. И кто пытается это сделать, это насилие над человеческими сущностями. И нельзя этого делать. Это никогда не приведёт к хорошему. Всё равно что-то заставит людей ходить на четвереньках или на руках. Поэтому всё, что заставляет человека раскорячиться буквой ЗЮ и идти по жизни в этой позе, это идиотизм. Надо людям помогать идти в их естественной среде, а не заставлять отлазить по деревьям, как обезьяны. Поэтому мне это кажется очень неестественно, что каждый для своей семьи, для себя. Это наша естественная система выживания. Поэтому зачем её ломать и делать из нас обезьян пытаться? Вот так я это вижу. Ну, у нас в Англии, например, капитализм с элементами социализма, потому что здесь людям очень сильно помогают. Всем безработным платят пособия. Если человек оказывается на улице, ему дают приют бесплатный. Если у вас есть ребёнок, его нечем кормить, то вам купят и коляску, и всё. Тут, ну, как бы, человека не оставляют в беде. Нет, ну, смотри, у нас страна тоже социальная. У нас есть национальное страхование, которое тебе даёт тоже всё. У нас тоже есть социальные, как бы, условия, которые тебе даются в случае, там, если ты что-то с тобой не так, да? Если ты... Ну, обычно это даётся, опять же, слабым слоям населения, а не просто когда вот такой человек, как я, который молодой, здоровый, всё нормально, сидит, вдруг носу ковыряет, и денег у него нет. Конечно, никакое пособие я не получу. Получу пособие по безработице, если меня уволили, но и то в короткое время. У нас, как бы, это даётся немножко, не особо щедро, но достаточно, чтобы не упасть для того, кто не хочет падать, да? Это как поддержка для того, кто не хочет падать. И чтобы ты успел найти другое место работы. Кстати, у меня, как у частного предпринимателя, у меня даже нету никаких пособий по безработице, ничего. Если я не работаю, у меня ничего на данный момент нет. Поэтому вот. А у людей, которые работают на кого-то, у них это есть, но, как я сказала, опять же, это такой небольшой элемент, это не позиция страны, потому что у страны просто хочешь, не хочешь. Денег-то нет на это, чтобы всех содержать. Но если ты начинаешь падать, и тебя уволили, то тебя поддержат. Но ты должен шевелить, опять же, ушками-то сам и найти себе новую работу. Поэтому у нас тоже есть этот элемент. У нас достаточно, скажем так, социальные условия, на мой взгляд, неплохие, особенно касательно медицины и вот таких вот вещей. Вот. Так, следующий вопрос, простой вопрос. Я не знаю, что это случилось. Кто вы по гороскопу? Я рак. Да, неправда. А что? Я знаю. Так и не скажешь. Почему? Не знаю. Ты не похожа. Рак я, а вы даже не похожи. Я думал, ты близнецы. Легкая на подъем. Знаешь? 14 июля я рак из раков. Прямо вот, знаешь, мне не дать не взять. По серединке, в аккурат приземлилась. У меня муж рак. Говорят, что мы очень упертые и очень такие... Консервативные, но хорошие семьянины и как бы традиции. Ну, это очень... Ну, короче, и хорошие друзья, и заботливые. Раки – это хорошие, кстати. Так, что еще? Так, тут большой вопрос есть. Смотрела ли ты фильм Познера «Еврейское счастье»? Смотрела. У меня есть про это два отдельных видео на канале, давным-давно снятых. Я его смотрела специально, потому что меня попросили. Я не хотела смотреть, но я посмотрела и отчиталась, так скажем. Значит, если интересен ответ, пожалуйста, на канал. Я могу сейчас про это тоже рассказывать еще два часа, но я думаю, что в это не стоит углубляться. В общем, я сказала кратко, то есть там я сказала не кратко, скажу сейчас кратко, что для меня это было заказное видео первого... Не видео, а заказной фильм первого канала, который отражал взгляды левоязычных израильских партий. Вот так. Левосторонние наши партии, если бы снимали такой фильм, они бы его сняли именно так. Там не было центризма, там была как бы только левая сторона. Все хорошо, но вот мы вот ущемляем. Ну, в общем, вот так. Там вот на своем канале про жизнь в Израиле, я там это расшифровала уже более подробно, почему и как. Так, это хорошо. Значит, идем на канал Ксении Тель-Авив и смотрим мнение об этом фильме, если интересно. Пишет Юлия, на следующей неделе переезжаю жить в Израиль. На протяжении года смотрела Ксению, узнала очень много нового. Спасибо вам за ваше видео. Это не вопрос, но вопрос от меня. Для меня вообще это было открытие, что у тебя много очень видео. Это шпаргалка просто для людей, которые хотят переехать жить, которые думают переезжать жить в Израиль и которые вообще интересуются миграцией. Репатриации. Репатриации. Да, тебе интересна эта тема? Ты знаешь, я никогда не думала, как человек, который приехал в глубоком детстве, да, много-много лет назад и уже прожив, можно сказать, я выросла здесь и сформировалась как личная здесь, я никогда не думала, что тема репатриации меня как-то коснется. И я когда-то буду с интересом про это рассказывать, потому что для меня это была абсолютно какая-то чуждая тема из прошлой моей какой-то жизни. И я никогда не думала, что я буду пересекаться с репатриантами и что-то им такое говорить. Но когда социальные сети, как Facebook и все остальные начали набирать обороты, а у меня страница на Facebook была давным-давно, и как-то я больше общалась там с друзьями по Израилю. Но потом люди меня начали находить просто потому, что я говорю на русском и живу в Израиле, которые хотят репатриироваться, и начали задавать мне вот такие вот вопросы. Я поняла, что у меня столько есть чего рассказать, даже не из технической стороны, какие документы и куда, потому что это, ну, как-то мне кажется, для этого не надо кого-то, чтобы направляли тебя, потому что это существует годами, есть агентства, которые помогают, бесплатно все это делают, и замечательно. А именно с точки зрения какой-то мотивации, какого-то своего личного мнения, я когда начала про эту тему рассказывать, я поняла, что там просто более не пахана информацией, которую я могу дать, потому что хоть я и выросла здесь, но моя любовь к стране, она росла как бы вместе со мной. Нельзя, можно и родиться в стране и ненавидеть ее, можно и переехать сюда и постепенно понимать, взрослеть и понимать, почему ты здесь и что ты тут делаешь. Вот как-то так это и сложилось. И дополнительный вопрос. Ты агитируешь людей переезжать или ты все-таки им, я не знаю, как-то преподносишь 50 на 50 или ты же все-таки просишь их 10 раз подумать, прежде чем сделать? Я всегда всем говорю, что ехать в Израиль это очень тяжело, и перед тем, как вы едете, имейте в виду, что вы должны будете оторваться от всего, что у вас было, и забыть тот статус, который у вас был там, и начать здесь с нуля. Потому что многие думают, что они едут в какой-то такой непрекращающийся рай, приехал, и единственная трудность это наклониться и деньги с пола поднять. Поэтому я никого совершенно не агитирую, я всем объясняю, что это классно, когда ты прошел процесс становления, когда ты прошел процесс уже как бы реабилитации здесь, и ты чувствуешь себя жителем страны, и очень большой кайф, когда ты уже вот в моем состоянии находишься, когда ты понял, как работают законы, когда ты все знаешь, когда ты знаешь язык, когда у тебя свой бизнес, когда ты здесь воспитываешь детей. Это кайф, когда ты входишь в жизнь своей страны, своего народа, но чтобы до этого дойти, это большое геморроище, и не каждый его потянет, очень многие люди уезжают потом в другие страны, потому что здесь принципика страны очень странная такая, потому что мы по сути один народ, но мы приехали со всего мира, у нас просто салат винегрет здесь большой, здесь нету, это не как европейские евреи, да, там одни немножко из деревни, другие больше из города. Нет, здесь европейские евреи из деревни, из города, из большого города, из маленького, и плюс также из Украины, и из Польши, и из Молдавии, и еще из какой-нибудь страны, из Англии, из Германии, потом со стран Ближнего Востока, и там тоже, знаешь, градация по разным социальным слоям. Здесь столько разных людей, что ты просто попадаешь и думаешь, что за сумасшедший дом, и это тяжело, когда ты привык вот жить в своем, как вот я, допустим, из Кемерово, да, кого мы там видели в Кемерово, что мы там видели сильно много разных людей, все были более-менее стандартно, тут вдруг ты приехал, и ты не можешь абсолютно понять ничего, это совсем темного цвета, это совсем белого, и вроде бы все на одном языке, и вроде бы у всех одна религия, но она немножечко разветвляется на разные, в общем, странно. Спасибо, спасибо за ответ. Так, еще пару вопросов, что у нас спрашивают? Если бы ты переехала, но это, думаю, уже последний вопрос про репатриацию, потому что много тем я хочу с тобой обсудить, надо закрыть уже, это последний. Если бы ты с семьей переехала в США жить, то, а, и как бы обосновалась там хорошей жизнью, пошла бы ли ты и твоя семья потом, после того, как вы уже основательно там жились в США на репатриацию? Так, сейчас я постараюсь мозг свернуть и представить себе такую картину. Я в детском возрасте приехала не в Израиль, а в Америку. Да, переехала бы ли ты сейчас в Израиль или уже осталась бы в США? Это задает вопрос Саша, потому что он, я с ним общаюсь лично, это его проблема, потому что он не может выбрать, куда ему лучше переехать, в США или в Израиль. Так он выбирает как бы не из Америки уезжать или в Израиль, он с другой стороны выбирает. В Москве он хочет в Америку. Что я могу сказать? Я так сейчас скажу. Если бы я жила в Америке, если бы я туда эмигрировала из России, мне кажется, все зависит от того, где бы я там жила, далеко от еврейской общины, близко. Это были бы у меня контакты какие-то касательно Израиля, не были бы нас. Это очень тяжело сказать, потому что когда ты сформировался здесь, как человек, как личность, то у тебя одни взгляды. Я не знаю, если бы я переехала в Америку, какие бы взгляды у меня сформировались там, потому что я уехала в детском возрасте из России. Если бы тот возраст перекинуть на Америку, я не знаю, каким человеком бы я вырос там. Поэтому это 25 лет отрывок времени, в который ты должен формироваться и мыслить, и на это влияет очень много, большое количество факторов. И если ты живешь в какой-то деревне, отдаленной от еврейских общин и от всего вообще, то ты вырастаешь одним человеком. Если ты больше, ближе к какому-то большому городу, какой-то большой общине, которая тебя затягивает. И опять же, смотря какая община. Есть общины, которые очень за Израиль, есть, которые считают, что это не надо. Поэтому тут очень много составляющих, которые надо обдумывать. И все заключается в том, насколько человеку глобально интересно жить в своей стране или он просто ищет более теплое место. Опять же, когда ты взрослый человек, я-то переехала в детстве из только что развалившегося Советского Союза. И на данный момент, когда ты едешь, надо очень хорошо думать, готов ли ты столкнуться с проблемами в Израиле. Потому что израильские проблемы тяжелее, чем американские проблемы. Но зато в Израиле ты будешь как еврей в своем государстве. Как я часто говорю, что Израиль – это то государство, которое создано евреями для евреев. Поэтому здесь я себя по этой причине на данный момент чувствую. То есть на данный момент, когда я уже повзрослела, чувствую себя дома. Раньше, когда я была ребенком, мне это не очень было важно. А сейчас мне, как взрослой личности, это важно. Что я прихожу и говорю, я еврейка-израильтянка. Для меня это большая гордость в моей жизни, что я та еврейка, которая живет в своем государстве. Что я не мотаюсь где-то по Россиям, Америкам и Канадам. Что я живу гражданка своего государства. И на меня все адекватные люди. Дебилы смотрят по-дебильному. Но на них мы не равняемся. Адекватные люди всегда смотрят с большим уважением. И очень часто говорят, что они очень поддерживают Израиль. Что очень сильная нация. И что вот всем у нас учиться. Поэтому для меня это очень важно. Но, опять же, все зависит от взрослого человека в душе. Если у него нет желания приобщиться к своему народу, в своем государстве, то зачем делать выбор в эту сторону? Потому что это нелегко, реально. А если есть, то это и не будет тяжело, а будет только в кайф. Потому что я очень много знаю репатриантов из Америки, которые репатриируются и в 20 лет, и в 30 лет с семьями. И замечательно. Все очень довольны. Поэтому все зависит только от взгляда человека на эту ситуацию. Просто сидеть, выбирать просто вслепую, где лучше. Но лучше там, где нас нет. Поэтому... У меня есть, кстати, тема на эту тему. Есть видео. Называется «Пол жизни в пути. Репатриация. Как не провести пол жизни в пути». Как раз про людей, которые приезжают сюда, потом в Канаду, потом назад сюда, потом в Америку. И потом оказывается, что им 55 лет, и они живут в Израиле на какой-нибудь надшибе Бершевы у родителей. Фу, все. Спасибо. Давай переходить на другие темы. Значит, вопрос по поводу стиля и моды. Ты считаешь себя белой вороной? Нет. На ютюбе может быть. Но я опять же... На русскоязычном, может, ютюбе. Потому что на американском, на англоязычном ютюбе таких, как я, с таким стилем, и полно еще вообще, как бы, да, с перьями всех мест. Поэтому нет. На русскоязычном, может быть, опять же, так же, как мы говорили до этого про свободу слова и свободу говорить о том, о ком ты хочешь и о чем ты хочешь. То же самое и про одежду. Если все стремятся к какой-то одной норме, но я к ней не стремлюсь. Я стремлюсь делать то, что мне нравится и я хочу. И, касательно платформы ютюба глобальной, мне кажется, я вообще один из самых скромных людей. Я как-то хочу продолжить. Ты выделяешься, вот, если приехать в Тель-Авив, ты будешь выделяться внешне своим луком среди людей, которые, ну, вообще, среди толпы? В Тель-Авиве нет. Как вообще люди одеваются в Израиле? Майка и шорты? Или все-таки? Нет, ну, смотри, в Тель-Авиве или в Израиле? Ты же понимаешь, да? В Лондоне или в Тель-Авиве? Ты же живешь в Тель-Авиве? Я живу в Тель-Авиве, но Тель-Авив это как Нью-Йорк, да? Нью-Йорк это не Америка, Тель-Авив это Нью-Йорк. То есть все по-разному, все смешано? Нет, не то, что смешано. Тель-Авив это государство в государстве. Здесь живут по своим правилам, одеваются по своим правилам, говорят по своим правилам и все остальное работает по своим правилам. Поэтому в Тель-Авиве я единственное, чем выделяюсь, это мордой лица, потому что у меня внешность очень нетипичная для Израиля. В Израиле очень мало евреев славянского типа. Если есть европейцы, то они больше такие вот румынского типа, такие вот немецкого типа, с более тонкими чертами лица, такие, которые очень быстро, к сожалению, стареют. А я вот совсем другой типаж, поэтому меня в Израиле воспринимают вот всегда как бы очень необычно, даже в Тель-Авиве, но не из-за моей одежды. Одежда вообще никого не интересует. У нас тут и парни ходят на платформах и на каблуках с черными губами. И как бы, если такой идет парень рядом на платформе с красной или черной помадой, и я иду рядом. Ну, кому интересно посмотреть на меня, что на мне такого есть, чтобы кто-то удивился. Единственное, когда людей удивляют, когда я поворачиваюсь, они говорят, вау, вот это глаза, вот это ресницы. Вот это, что люди вводят в шок одежда. Нет. Опять, я тебе скажу, обидно, вот тот на каблуках идет, да, а пока я не повернусь, глазами не захлопаю, никто даже не обращает внимания, в чем я одета, потому что это не является нонсенсом. Так, еще один вопрос, он очень такой философско-глобальный, по поводу стиля и моды. Зачем в 21 веке нужна вообще мода, когда как бы все в соцсетях, все мы живем уже в соцсетях, нас уже в реальной жизни не осталось. Вообще, нужна ли мода сейчас? Надо в соцсети что-то положить инстаграм. Чем будет жить инстаграм, если не будет мода? Одними моими большими глазами так долго не протянем? Ну, надо цветные линзы тогда меня. В общем, я тебе скажу, ты знаешь, касательно моды, зачем она нужна, но я моду рассматриваю как еду, как, не знаю, как все остальное, как пищу, которую мы принимаем. Хочется есть что-то интересное и разнообразное. Даже если ты это не выходишь и не делаешь в ресторане, да, как ты сказал, социальные сети и все, ты сидишь даже дома перед своим компьютером, все равно не хочется жрать чего попало. Хочется отведать вкусной пищи, запить хорошим витом и получить от этого удовольствие. Даже если ты не вышел в ресторан, а ты можешь заказать это через интернет, себе дополню, посидеть по интернету, посмотреть фильм. Хочется вкусные суши, а не просто сухой рис, да, полить соусом, соусом лишь бы запихать. То же самое и мода. Мода, мне кажется, она вообще никак не связана ни с социальными сетями, ни с какими-то выходами куда-то. У меня, кстати, я человек, у которого нет выходной одежды, у меня нет вечерних платьев, у меня нет, я никуда не выхожу. Для меня мода – это моя повсемерная жизнь, то, что я ношу дома, то, что я ношу на работу, то, что я выхожу, иду пить кофе, я не пойду в каких-то трениках, то есть я пойду в драных трениках. Но это будет часть сегодняшнего образа. Я не пойду просто вот я встала и в пижаме такая поскакала. Нет, потому что это я, это все равно как вот, я не знаю, но с нечесанной головой же люди не ходят. Вот для меня это так же. Я люблю себя видеть такой, мне это приятно. Я даже дома, я прихожу, я после работы не бегу сразу лишь переодеться в домашнюю одежду. Я где-то в 2 часа ночи только переодеваюсь и снимаю ботинки, в которых я была, куртку, ну куртку. Вот сейчас я могу ходить в этой куртке, да, но когда более холодно, конечно, я не буду в пальто ходить потом. Так что для меня мода это просто обычная жизнь, это воздух, это пища, как бы эстетическая. У тебя собака? У меня 2 собаки. А есть про них видео? Нет, сейчас я принесу. О! Боже, какой класс! Это мой мок. У меня еще большая собака, но большую я уж не потащу. Боже, какая класса! Пошел. И большая собака, мы недавно, ну у меня всегда были большие собаки. И в прошлом году у меня собака умерла, и мы взяли с приюта другую большую собаку. Вот. Отлично. Кстати, у меня собака заболела, в прошлое, что я собрала около 1000 евро от подписчиков на лечение собаки. Да. Да. Ну, у тебя такие подписчики. Я тебе хочу сказать, когда ты сделала мой эфир у себя экспериментальный пару дней назад, я очень был удивлен качеством вопросов, потому что люди задают абсолютно супер вопросы. Ну, мне таких вообще, и не с ним, а чтобы мне такое задавали. Интересно. У меня все намного проще. У меня в основном про парфюмерию или что-то такое, знаешь, из области. Какой цвет лака нужно покупать в следующем году? Ты знаешь, я вот к этому, к подписчикам и к их качеству отношусь очень строго. Я не человек, который хочет сгрести побольше народу, неважно какого. И я к бану отношусь очень просто. Если мне кто-то не нравится, я тут же отправляю, я тут же посылаю. Если кто-то мне пишет вещи и пытается меня подковырнуть, мне вот это все, мне это не интересно и не надо. Есть блогеры, которым интересно и надо, они на этом строят свои каналы. Я даже могу к ним прийти и их подковырнуть, потому что у них это часть шоу. И надо это тоже понимать. А у меня это не часть шоу, мне это неинтересно. Вот это валяние в грязи у меня под носом мне неинтересно. Поэтому я вот очень четко отношусь к тому, что я хочу делать и для кого я хочу это делать. И многие мне говорят, вот ты должна быть более открытой, более простой, тогда люди к тебе потянутся. Да нет, я лучше буду посложнее, пусть попростые-то лучше оттянутся. Мне это неинтересно. Мне интересны люди, которые со мной на одной волне. Я им интересна просто... Может быть, кому-то какой-то странный персонаж интересна, кому-то, кто чувствует, о чем я думаю, что я хочу донести ему, интересны мои мысли. Но опять же, с той или другой стороны, я буду людям интересна. Люди не будут приходить, как Робби не будет, не просто поржать, насрать и уйти дальше. Вот. Ну, это такое заявление уже просто, знаешь, это уже... Кандал. Повет для меня. Это просто мантра для меня, потому что, ну... Я тоже не... Ну, я очень часто не знаю, что делать со своим каналом, мне там многое не нравится, но это все внутрях такое. Ну, интересно послушать. Человека, который тоже этим занимается, что он об этом думает. Вопрос про... Ну, это скорее не вопрос, это наблюдение. В общем, почему тебе все время люди пишут про твое эго? Что ты, значит... По-моему, это очень неплохо, когда ты там говоришь... У тебя даже есть видео, которое называется в моде, разбираясь только я. То есть я не понимаю вообще, откуда столько у людей с этим проблем, потому что в этом, мне кажется, ничего нет плохого, ну, типа, делать такого рода заявления. Потому что если мы открываем девочек, которые делают обзоры, или просто девочек, которые, знаешь, ты даже все на одно лицо, ты не можешь вспомнить их имена, если ты вот так, знаешь, по ютубу серфишь, когда просто открываешь одну за другой. Да, я иногда даже путаю, кто это думает, так, вроде бы... Нет, это не она, это часто мне... Ты не можешь просто въехать, типа, в ситуацию, и у всех один тонн речи, у всех одна и та же манера подачи, и, как бы, знаешь, и ты не можешь даже рассмотреть товар, который они там пытаются рассказать про это все, или там про какие-то свои внутренние переживания, если они там рассказывают. Очень мало личностей на ютубе, и я не понимаю, почему, если... Ну, если человек рассказывает интересно, потому что... Ну, ты в своих видео... Я рекомендую, кстати, смотреть Ксению Тель-Авив, потому что столько новой информации... Ну, многие пишут, что они приходят на ютуб там не ради поржать, им нужна новая информация, много тучи новой информации, к тебе за этим можно идти, потому что ты в одном видео столько выдашь, сколько некоторые за всю историю своего канала не могут выдать просто в одном видео, и, понимаешь, у тебя есть ум, у тебя есть талант, и у тебя есть... Я боялся выходить с тобой в эфир, потому что у тебя настолько подвешен язык, ты настолько всесторонне можешь обо всем рассказать, и это есть и твоя личность, и это есть и твое эго, поэтому не бойтесь людей с эго, не бойтесь людей, которые любят заявлять что-то о себе. Я, я, мои достижения, я много работаю... Я считаю, что это только плюс, и, что я хотела сказать, это по поводу эго, поэтому я не понимаю людей, которые начинают бузить, что, типа, надо быть скромнее, надо быть серее, понимаешь? Ну так вот всё просто, это же обычное советское воспитание, скромность украшает. У меня нет советского воспитания, у тебя, к счастью, тоже его нет. Я не знаю, как ты умудрился из него вывернуться, да, прожив вот так вот. Ты же не в детстве уехал, как я, я-то воспитана уже совсем в другой стране, и другими, совершенно другими... Я даже не знаю, как это объяснить, что, наверное, когда вот мне было... Вернёмся немножечко к ситуации в Израиле, когда мне было 15 лет, и был первый тракт в Тель-Авиве прямо под моим носом, разворотил автобус, и с ним там целую толпу 30 или 40 человек, и мы это всё видели в прямом эфире, потому что тогда ничего не ретушировалось, ты начинаешь воспринимать ценности жизни и мир совсем иначе. В 15 лет я вот первый раз, я включала после тракта телевизор, мама меня ещё не могла найти, потому что я непонятно где была, и тогда не было сотовой связи, когда мы все добежали до дома и уже там засели, потому что это первый раз случилось. И включаешь, и ты видишь прямой эфир из этого развороченного автобуса с кишками намотанными на сиденье, у тебя вот так меняется взгляд на жизнь. Это не башни-близнецы, которые где-то в Америке, там вот эта история. Только тот, кто видел это собственными глазами, у него переключается понятие и ценность, в общем, мировая, жизненная. Жизненные ценности меняются, ты их переоцениваешь. И для меня это случилось вот именно где-то 14-15 лет. Я поняла, что люди суетятся и ненавидят друг друга из-за ерунды, из-за глупости, которые вообще никакого отношения не имеют к жизни, к миру. И вот, да, когда опять же последняя военная операция была у нас, сегодня вот этот родитель, который сидел у меня в клубе с ребенком, да, завтра мы его навещали уже в больнице, потому что его вернули из АЗы уже раненым. Ты понимаешь, что здесь дело не в том, что он в шортах, а я в кожаной курке, что это совсем иначе. То, что он в шортах и не понимает мою моду, шорты, ты просто переоцениваешь, ты стираешь вот эти все границы, понимаешь, что какие бы перья с твоей задницы не торчали, ты такой же обычный человек. А многие это не понимают. Многие думают, вот это вот… Я, кстати, сейчас смотрю, у нас идет такая программа, я сейчас долго буду говорить, так что. Если что, ты меня прерывай. Я сейчас. Или продолжай. 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 Так вот, у нас сейчас идет программа, я думаю, ты ее тоже знаешь, наверное, у вас тоже есть, называется Big Brother. И там участвует сейчас девушка, моя соседка, она transgender. И воспринимают… Мне абсолютно наплевать, кто этот человек, поменял он пол, не поменял, что он там… Она арабка, христианка, она transgender. И она одна из самых умных людей, которые есть там в доме. Потому что человек, который прошел такой тяжелый путь, он вышел из арабской религиозной семьи, хоть это не ислам, да, это христианство, но все равно это религиозная семья. Она даже не знала в 10, 12, 13 лет, что у нее такая, что вообще это существует, изменение пола, что можно вот с такой проблемой родиться. Когда она увидела у кого-то в гостях другого transgender девушку, она говорит, я поняла, почему я себя так плохо чувствую в жизни. Она в 13 лет этого не знала. И она прошла этот путь, и просто ты понимаешь, что когда человек проходит вот такой тяжелый путь, и он борется за то, чтобы быть собой, у него нет вот этой ненаполненной голова херней откровенной, как ненавистью к чему-то, когда ты подделал другого цвета колготки, когда ты должен вот так вот весь мир перевернуть и перебороть семью, религию, весь мир, сделать операцию, да, перестроить все свое тело и посадить себя до конца жизни на гормоны, тогда ты понимаешь, что ценность жизни, она просто в том, что, блин, быть собой. И на сайт, кто там что думает, вот реально наплевать. Я настолько радуюсь тому, что я сейчас такая, какая. Я вот такой хотела стать всегда, вот со своих 15 лет, как я начала. Многие говорят, я себя помню, я сознательно в возрасте с 5 лет. Я вот 13-15 лет, я всегда, это у меня сознательный мой возраст начался, я хотела быть такой, какая я есть сейчас, там, где я есть сейчас, я наслаждаюсь, что я здесь, такая, какая я есть, я сама собой стала, я не должна ни от кого прятаться. А те девушки, про которые ты говоришь, что они все на одно лицо, и люди боятся быть личностями, люди не боятся быть серой массой, потому что это нормально, все ровненько, никому не мешает, лежишь под камушком, тихо, все нормально, ты как все. А если что-то я не так сделала, то все же так делают, это нормально. А я делаю так, как я хочу, даже если я это сделала не так, и даже если я это сделала только я и первый раз не так, у меня нет проблемы с этим. Моё эго не пострадает, сказать, ребята, извините, я не права. Нормально. Я понимаю, что я живой человек. Я как раз негативный комментарий получил на своё видео. Очень неприятный. Всё, мы поняли. Надо сказать адрес, куда его надо послать. Так, я просто удаляю. И надо отключить уведомления, чтобы даже и не маячил это всё. Так, вопрос. Ты служила в армии? Нет. И сразу второй вопрос. Ты хочешь, чтобы твоя дочка служила в армии? Да. Да. У меня, я тебе скажу так, у меня не был вопрос, это не был вопрос моего личного выбора. Просто так сложились обстоятельства моей жизни, что я не смогла пойти в армию. Поэтому, если у неё сложатся обстоятельства со всех сторон, то что это будет ей приемлемо и как бы... То да, если она не будет профессиональным спортсменом или кем-то ещё, то нет никакой проблемы, конечно. Так, отлично. Смотрим, какие ещё вопросы позадавали здесь. Очень хвалят, все благодарят за трансляцию, тебе благодарят, что ты пришла. Тут обсуждают то, что в СНГ очень сильно всё напутано с индивидуальностью, что личность немножко придавлена у всех. Как, знаешь, даже в школе, вот в школе, в израильской школе, как происходит? Ты сидишь в классе, и тебя учитель провоцирует на спор с собой, с другими детьми. Тебя учат и заставляют высказывать своё мнение. Учитель тебя заставляет высказывать, что ты думаешь. Понимаешь? Поэтому что можно откуда? Вот оттуда, потому что учитель тебя в школе учит этому. И когда ты захочешь в израильский класс, и все орут, спорят между собой, говорят, о, какой кошмар. Ну, знаешь, приезжают репатрианты, говорят, о, я зашла, у них там такой шумуган, все орут, учитель ничего сделать не может. Это специально провоцируется, чтобы дети учились общаться, высказывать своё мнение, даже если, как я говорила вначале, не сошлись, продолжать учиться вместе дальше, идти дальше. Даже если кто-то правый, кто-то левый, кто-то центрист, кто-то такой, кто-то сякой, всё равно идти дальше. Поэтому это воспитывается изначально. Так, вопрос. Ваша любимая еда, предпочтение в еде? Итальянская кухня. А она есть в Израиле? Есть у меня на кухне. Ну, всё отлично, значит. Простой. Может быть, есть где-то ещё, не знаю. Я люблю очень готовить сама, я знаю, что многих это удивляет, но я очень люблю готовить сама, я хорошо готовлю, очень люблю. Так, что ещё? Если бы ты была в Израиле премьер-министр или президент, я не знаю. У вас, как у вас, премьер-министр, у нас же от британского мандата осталось. Последние, кто правил Израилем, это были британцы. У нас вот осталась эта система с премьер-министром от британского мандата. Если бы ты была премьер-министром, какой бы ты первый закон приняла? Чем бы ты занялась в первую очередь? Я бы никогда не была премьер-министром, потому что я считаю, что моя умственная, интеллектуальная граница заканчивается на этом уровне. Я не могу быть премьер-министром и решать, какой закон надо сделать в первую очередь и чем заняться, потому что это не работает по системе волшебной палочки Гарри Поттера. Тынь туда, тынь сюда, всем сестрам по серьгам и все с голой жопой. Мне кажется, это настолько много составляющих, что надо думать не о том, что надо сделать в первую очередь, надо думать о том вообще, чтобы не забыть сделать, потому что я вижу премьер-министра и вообще всех людей, которые занимаются законами и так далее. Это вот люди, которые стоят, знаешь, как огромная куча белья, которую ты несешь в стирку, и у тебя весь такой носок выпадает. И тема это не чтобы вперед в стирку запихнуть, в машинку, а чтобы у тебя не выпало ничего. Вот я бы заботилась только о том, чтобы у меня ничего не выпало, не просочилось мимо и ничего, чтобы я не потеряла. Когда я слушаю людей, которые говорят, вот нам пообещали там закон, вот сейчас у нас ввели новый закон о целопановых пакетах, что пакеты теперь стоят там 10 копеек за пакет. Его планировали ввести очень-очень много лет. И все говорили, да как же, да обещают, никак не вводят. Думаю, люди, вам что, непонятно? Что у страны? Вот так других проблем, которые тоже надо решать. Их не решают какие-то мифические другие личности, их решают те же самые люди. Поэтому я думаю, что надо слишком быть опытным и умным человеком, чтобы это все правильно держать, и чтобы просто у тебя не просачивались никакие вещи мимо. Рассуждать отсюда очень легко. У нас такой был один, прошу прощения, он сейчас у нас заседает в парламенте, в правительстве, который рвался и говорил, денег дофига туда-сюда у государства, дайте тем, дайте этим. Но вот он получил власть, пришел и сказал, о, вы знаете, а вот когда я получил власть, отсюда-то виднее, оказывается, денег нет. Придется потерпеть. А когда он шел в власть, он говорил, студентам помогу, этим помогу, у страны столько денег. А когда пришел-то к деньгам, оказалось, что да, денег-то нет. Надо думать как-то иначе. Вот я не такой человек, который кричит, да, давайте кинемся и всем раздадим. Я понимаю, что не все так, как нам кажется, вот диваном. Так, я не знаю, у меня тут надо кота поправить чуть-чуть. Он себе под хвостом вылизывает говню. Да, у меня сидит просто рядом кот, тут себя вымывает. Так, пишут, Ксюша, ты просто мощь, спасибо за позитив. Смотрю и умиляюсь. Ксения, вы раньше говорили, что не любите принимать гостей. А в Израиле вообще часто ли люди друг к другу ходят в гости? Нормально ли напрашиваться в гости домой к друзьям? Ну, это какой-то общечеловеческий вопрос. Мне кажется, с Израилем никак не... Нет, имеет, имеет, ты знаешь, вот в России все валят в гости, это обычное дело, в Израиле это необычное дело, в Израиле не особо люди шарахаются по гостям. Я про это даже делала видео, рассказывала, что ты можешь прийти к израильтянину в гости, допустим, тебя позвали, там, я не знаю, какую-то вещь что-то сделать, там, что-то обсудить, что-то показать, и тебе предложат стакан воды, тебе не обязательно предложат ужин. Они тебе скажут, мы сейчас с семьей садимся ужинать, типа, ты, наверное, пойдешь или, может, останешься, но это имеется в виду, что ты пойдешь, потому что я с семьей садюсь ужинать. Вот так. Не очень здесь это развито, как бы, несмотря на то, что это Ближний Восток, и казалось бы, что все такие листеприимные, и все, есть мероприятия, есть там свадьбы и всякие остальные, когда, да, раскрывается, как бы, вся душа и стол, но никто не привык терпеть чужих людей на постоянной основе у себя дома. Это не израильская жизнь. Каждый живет своей жизнью, по крайней мере, особенно в Тель-Авиве. Да и вообще в ближайших городах. Чем, опять же, дальше к периферии, тем люди более такое, что это называется, народные, тем у них больше вот и таких вот народных, да, вещей. А вот чем ближе к центру, тем люди более вот такие. Но в то же время это не говорит о снобизме, да, израильтян, что в плане того, что люди очень открыты, общительные, всегда тебе помогут, всегда тебе все сделают, но просто как-то вот нет такой культуры хождения по гостям, как было в России, вот по соседям, к соседке пойти чай, попить, нет, такого нет вообще. Я даже не знаю, кто мои соседи. Хотя я живу в этом доме уже 5 лет. Знаю там одни, в которых растения наверху надо мной растут, и все время на меня земля падает. Я вот хожу к ним лугаться, их я знаю. Я тебе могу сказать, у нас все наоборот. У нас если приходят гости, то ты должен к тебе, то ты должен им предложить абсолютно все. Но они должны от всего абсолютно отказаться. То есть ты должен им сидеть, 10 минут предлагать, вы хотите покушать, вы хотите чай, водички принести. Но как бы английская вот этот менталитет, они должны от всего отказаться. И получается, если ты ничего не предлагаешь, это как бы твоя не культура. Но если они согласятся что-то там покушать, попить, поесть, то это как бы их уже не культура. А у нас, знаешь, наоборот, если ты пришел, тебе дали воды, хочет, а ты говоришь, вот можно так реально сказать, а я хочу есть. Тебе тут же откроют холодильник, сделают бутерброд, и без всяких вопросов даже. Но вот это, знаешь, все прижуйство, вот это у нас не принято, потому что, ну, по-простому все. Вот хочешь есть, скажешь, я хочу, сделай мне поесть. Да, конечно, что-то поесть. Тебе дадут поесть. Не скажешь, будешь себе голодный чай пить. Вот так. Так, что у нас еще по вопросам? Спрашивают, а делали ты на себя сегодня какой-то парфюм? На дело, точнее. И если да, то какой? Специально. Ты это не ощущаешь. Не специально в твою честь сегодня надела на себя девятнадцатую свою Шанель, самую любимую из всех вообще моих парфюмов. Для меня это вот любовь всей моей жизни. Не пудровую классическую девятнадцатую Шанель. Это парфюм. Парфюмированную. Туалетная вода, да. Туалетная. Да, да. Я когда, кстати, покупала новую... Что ты говоришь? Я говорю, отличный выбор. Да, вот я когда покупала... Спасибо большое. Я когда покупала новую в Beauty Free, мне сказали, что есть... Духи... Нет, не... Есть Eau de Parfum, а есть Eau de Eau de Toilette. Я взяла туалетную воду, потому что мне сказали, что она вроде как бы лучше. Не знаю. Вот в следующий раз я возьму вот второй вариант и будем сравнивать. У меня, кстати, есть еще 30-летней давности девятнадцатая Шанель. У меня, правда, немножко осталось. Я ее вот держу. Ну, это должна быть красота вообще неописуемая, значит, там внутри флакона. Да. Так, тут пошли немножко вопросы по поводу бьюти. Я коротко расскажу. Твое видео для меня просто легендарное. Это бритье топором. Лицам. Да, я тебе в трансляции когда-то уже, когда я отвечал на твое вопрос. Я, по-моему, упоминал это видео, да? Но это легендарное видео. У него должно быть 200 тысяч просмотров как минимум, потому что это и есть личность, это и есть то, что я ищу на ютубе, то, что я буду смотреть и пересматривать. Это вообще класс. Степ, юмор вообще. И главный месседж, то, что брить лицо женщине нельзя, то, что, ну, вообще это какая-то псевдо-бьюти-рутина, которая, я считаю, что не нужна людям. Ее настолько активно уже, знаешь, вот эти есть мужские барбершопы, там, где мужиков только брели. Они уже, значит, приглашают к себе женщин, что мы, типа, мы и нас тоже будем брить. Опасная бритва. Это правда. Я представляю, мы с мужем, у нас такой есть возле дома. Мужу сидят в бороду и мне тоже подбревать. Ты представляешь? В перископе какие-то, там, я не знаю, это, по-моему, московские, крутые, вот эти дорогие, значит, салоны, которые занимаются волосами, они уже показывали мастер-классы, где женщинам, моделям, девочкам, они брили опасная бритва, лицо и, ну, то есть они пытаются ввести этот какой-то новый тренд. Он идет, что не ввести, что будет? Соработать немножко дополнительных денег, понимаешь, дополнительные эти услуги. Ты знаешь, это, как мне сказал недавно один человек, ой, Ксения, вы считаете, что большинство людей дебилы, но судя по вашему количеству подписчиков, просмотров, люди совсем не откликаются на ваши вот эти вот заявления. Я говорю, да, именно потому, что я так и считаю, что большинство людей дебилы, поэтому ко мне приходит небольшой процент умных людей. Да, и ты так и сказал, дорогой мой, который этот комментарий написал. Я говорю, да, поэтому большинство не со мной, потому что у меня умный канал, и меня не могут многие понять. То же самое с бритьем лица. Это рассчитано на большинство, которые просто... Между строк, надо считать между строк. Тренд, все, пошли брить лицо, и все пошли. И это рассчитано реально вот на толпу народа, которые не понимают, что они делают, они просто идут и делают. Вот и все. Так и делают, вот ты говоришь, почему у видео мало просмотров, должно быть 200 тысяч, да потому что 20 тысяч посмотрели, поржали, а 200 тысяч пошли, они же сами бреют лицо. Они не могут над этим смеяться, когда они сидят и сами себе бреют. Поэтому все просто. Так, вопрос еще один от меня. Я не знаю, сначала ли сказать мое мнение. Я сначала задам его. Ты хочешь миллион подписчиков или 10 миллионов подписчиков, или нет? Я хочу 100 тысяч подписчиков, и чтобы большая часть была из Израиля. И чтобы они были адекватные. Не то, что я, знаешь, не люблю своих подписчиков из стран бывшего Советского Союза, Америки и Германии. Но просто оттуда очень мало людей со схожим менталитетом, со мной не с ними. И им со мной тяжело, просто потому что мы разные, они меня не понимают, им кажется, что все, что я говорю, это, знаете, им назло, там еще как-то, и чтобы просто как будто это кич какой-то. Потому что разный менталитет. А вот есть русскоязычные израильтяне, их много, которые очень схожи со мной, и многие очень интересуются моим каналом, но люди просто не знают, как дойти. Поэтому я бы очень хотела, и я вижу, что у меня сейчас это получается, подняться именно на вот том уровне, на той прослойке людей, которые такие же репатрианты, как я, которые прожили в Израиле много лет, но они хотят все-таки как-то между собой коммуникацию наладить на русском языке и передать этот язык дальше детям своим. Поэтому вот. Такая ситуация. Я не хочу лишь бы больше народу, если бы я хотела. Я и в Инстаграме, знаешь, у меня в Инстаграме тоже такая политика. Я по 10 человек в день выбаниваю, я выбаниваю все магазины, я выбаниваю всяких непонятных, которые заходишь, ты видишь, что у него подписок намного меньше, чем подписчиков. Понятно, что человек просто сидит, да, там, и всех фигачит. Я это все, я останавливаюсь только на тех людях, которые приходят ко мне, потому что я им интересна. Они лишь бы просто больше, больше, больше. Я вот смотрю у всех топовых блогеров, когда читаю комментарии, я понимаю, что это просто маленькие девочки 12-13 лет, которые создают очень большую толпу, но я не вижу в этом для себя никакого интереса, набрать толпу девочек маленьких. Мне интересно, когда я нахожу людей своего возраста, и мне это интересно. Мне приятно, что им со мной интересно. Вот, как-то так. Все очень исчерпывающе. У тебя есть видео на иврите? Да. На ASMR-канале полно видео на иврите. Супер. Будем смотреть. А ты хочешь сделать вообще отдельный канал, или ты думаешь, что не стоит? Отдельный канал на иврите? Или вообще несколько видео на иврите? Ты знаешь, я об этом очень долго, я об этом думаю на протяжении всего времени, что у меня есть канал, и мне кажется, что делать такие видео на иврите, это глобально вот эта вся масса... Я вижу, что происходит у ивритоязычных блогеров, которые на тему бьюти брать, мне это не интересно только на тему бьюти. Вот они показывают там, они в основном гримеры или кто-то такой, они рассказывают про косметику, про макияж. Я это делать не могу, и мне это не интересно, потому что это просто не мое. Брать какой-то про моду. У нас немного людей интересуется глобальной модой, в основном это центр страны, очень много русскоязычных, которые любят, опять же, мода. Вот эта вся культура привезена в Израиль именно русскоязычными репатриантами. И я к ним дохожу и так на русском, поэтому я пока не вижу для себя. Одинственное, что я нашла, что нету ASMR-видео на иврите практически совсем, поэтому я начала их делать. А так я просто, у меня нет никакого, как это, я никак не могу на русский язык, это вызов, челлендж, да, у меня нет никакого вызова, чтобы делать на иврите видео, вот на тему, которую я делаю. Слушайте кому-то мои рассуждения о свободе, но для израильтян это и так все понятно, это не является каким-то нонсенсом, да, это непонятно людям, которые репатриируются, непонятно очень многим из стран бывшего Советского Союза, потому что там просто банально другое воспитание, другое, вот как ты, да, сказал, надо быть посерее, как все. И мне кажется, что этим людям таки, я могу быть намного более полезной, чем я сяду и буду израильтянам рассказывать про демократию, свободу слова и становление личности, здесь это учат в школе, поэтому это никому особо не интересно. Вот так. Так, вопрос от зрителей. Кого из блогеров ты посоветуешь смотреть? Ну так это смотря из какой сферы? Интересно. Как ты думаешь? Позови топ-3 своих, которых ты действительно смотришь. Которых я действительно смотрю каждый, каждый день. Я сейчас накопала новую девушку, поразительно вообще мне интересно, я про нее, кстати, сняла уже видео завтра, сегодня оно выйдет, я думаю, или завтра, как загружу. Она стюардесса эмиратских авиалиний. Она сама поразительна из Кемерово, так же, как и я. И она на английском снимает видео, ее зовут Skyfly Girl. И мне безумно интересно, я, естественно, как израильтянка, никогда не буду в Эмиратах и никогда не буду в Дубае или где-то еще, и поэтому мне это безумно интересно. В общем, ее... Вот она мне очень нравится. Я у многих смотрю, не могу сказать, я всех уже сто раз называла, не буду перечислять опять заново все списки блогеров, которые я смотрю. Это мы узнаем на твоем канале. Да, нет, ну просто это знаешь. Могу сказать, опять же, я очень люблю Машу о нашем, о главном, но все об этом знают, поэтому вот как бы вещи, которые постоянно я с этими людьми взаимодействую, я думаю, что я никому сейчас не открою Америку, это будет банально и скучно. Вот эту девушку я нашла, и реально для меня это просто поразительно интересно. И у нее потрясающее видео, потому что она чуть ли не каждый день выкладывает какой-то... Ну не каждый, там через день, через два дня каждое ее видео, это видео с какой-то другой стороны, это просто поразительно. Вот. Так, что у нас еще по вопросам? Спрашивают, как мы познакомились. Маммально. Как ты нашла мой канал? Как ты на меня вышла? Сейчас я тебе расскажу просто, вот ты уписываешься там на месте. Я вышла на твой канал, про тебя много кто говорил, но как-то я... Я боялась заходить, потому что думаю, я сейчас послушаю это про парфюмы и пойму, что мне надо просто залезть под камень и вот со своими видео про парфюмы просто не вылезать оттуда, не позориться. Ну, а я всегда так потом думала, с другой стороны, ну, не каждый же должен быть большим специалистом. У меня же тоже есть свое мнение, я должна им поделиться, ведь мир не может не знать моего мнения, знаешь, всем же тут же скучно жить. И как-то один раз зашла, второй раз зашла. Потом зашла, маму свою подписала и Саня смотрела. Мама подписала и мама мне постоянно, а вот Сашка сказал так, а вот Сашка сказал, это вот эти духи. И мама меня постоянно по магазинам таскала, со словами, вот Саша сказал это, вот Саша сказал то, дьюти фризерин Саша, Саша, Саша. И в конце я начала тоже тебя смотреть, потому что моя мама, она вот любит духи, вот это все, она тебя смотрит постоянно, говорит, да, немножко он там матерится, но мне это совершенно не мешает, это пикантно, я сама, я, кстати, сама человек, который очень много матерится. И мама моя все время со мной на эту тему воюет. В общем, вот так моя мама, которую я подписала к тебе, меня привела к тебе. И когда я тебе делала вопросы, я думала, ну, посмотрите, скажут, пошла нахуй. Вместе со своими вопросами. Думаю, ну и не страшно. Значит, я в ответ ему тоже сказала, ну и ты пошел туда же. И на этом завершим. Думаю, а может быть выйдет что-то прикольное. Кто не рискует, тот ничего и не имеет в жизни. Что уж случится. Ну, скажу маме, он меня послал нахрен. И я тебе скажу, когда ты мне сделал ответы, я смотреть не стал. Я думаю, расстроюсь сейчас, что-нибудь не то там было. Мама моя пошла, она говорит, посмотрела, все нормально. Хорошо отозвался, можешь идти смотреть. Вот такая история. Боже, мы со стороны. Я так понимаю, что блогеры, мы все со стороны, а у нас люди совсем думают совершенно другое. Но это все, наверное, часть образа. Вот скажи, а? Ты боялся со мной в эфир, я боялась тебе сказать. И такие сидим и боимся. А у тебя, кстати, много коллабораций есть или нет? Ты знаешь, я тебе скажу, что коллаборации, теги и все остальное для меня это вещь просто... Вот ты себе не представляешь, какой-то для меня стресс. Мне это с одной стороны, вот я сейчас с тобой это делаю, мне очень интересно, ну для меня что-то... Ну сейчас это просто, потому что это как бы такая вот, да, как ты сказал, разговор за жизнь без какой-то темы. Если мне надо какую-то тему обсудить и впихнуть это в рамки коллаборации, для меня это нереально тяжело. Я не могу обсудить что-то по заказу общества, да, я могу... Поэтому я никогда не спрашиваю, скажите, зрители, что вам интересно. Я вот не понимаю блогеров, которые говорят, скажите, на какие темы вам интересно, что мне снимать. Я так не могу, я могу снимать о том, что мне сейчас горит, да, что у меня в голове происходит, и о мыслях, которые у меня сейчас. Я не могу по заказу станцевать то, что вообще сейчас мне не в тему, я еще это не выучила, не прошла, не поняла. Поэтому для меня коллаборация, это просто геморрой моей жизни. Меня часто приглашают, но я отказываюсь, потому что я просто не могу в это вписаться. В коллаборации ты имеешь в виду? В коллаборации, в любые, не могу вписаться, для меня это большой стресс, короче. Так, хорошо, что-то я хотел спросить, но забыли. Что-то коллаборации... А, первый совет, если кто-то смотрит нас, и вообще люди, которые тебя смотрят, они хотят начать снимать видео на Ютубе. Твой первый урок, и вообще, с чего стоит начинать? Вообще, вот к тебе приходит начинающий Ютубер, и говорит, я хочу сделать свой канал. Первый твой совет. Что надо не хотеть сделать канал, а говорить, что у меня очень много вещей, которыми я хочу поделиться, потому что мне часто люди пишут, я хочу сделать канал, не знаю, о чем говорить. Узнайте, о чем говорить сначала. Если у вас нету никакой темы, от которой у вас кипит мозг, вам хочется ее обсуждать постоянно, если у вас нет в жизни целой кучи интересов, то сначала займитесь своей жизнью. Не надо открывать канал. Займитесь своей жизнью, найдите интересы, развивайте свои интересы, займитесь развитием своей личности. И потом уже вы сможете открыть канал, если вам будет интересно. Вот и все. Должна чего-то кипеть голова, нон-стоп для того, чтобы открывать свой канал. Вот опять же, ответ на твой вопрос, как я три канала тяну. И вот, как я сказала, детский канал у меня не идет, потому что у меня от этого голова не кипит. Я уже все поняла, как это работает. Мне это не очень интересно. Я думала, что это какой-то, знаешь, такой секретный мир, где сплошные трудности. Оказалось, что это не так. Просто людям многим лень. Лень заниматься. Лень вести три канала. Лень работать. Лень заниматься детьми. Лень делать все. Я поняла, что мне не лень, поэтому мне просто нечем особо поделиться. Вот как воспитать ребенка? Надо просто воспитывать. Вот то же самое здесь. Если у вас что-то не горит, ничего, если не горит, то вам не надо канала. Должно что-то гореть, что-то кипеть в вашей голове. С этого надо начинать. Если вы сидите, и вы не можете придумать одну тему, у меня вот я сейчас сижу, у меня есть уже в голове походу пять разных тем на разные мои каналы, которые мне надо сейчас записать, чтобы я их не забыла. И все. Они у меня возникают сами. Если у вас это не возникает, то не надо. Надо начинать с того, что просто аккумулировать темы для ваших видео в будущем. Ты знаешь, я с тобой не то чтобы согласен, сто процентов. Если вы можете не снимать видео на YouTube, то тогда не снимайте. Но если вы просто вам, знаешь, свербит в одном месте, потому что я свои видео, когда начал снимать, я вообще, я не знаю, зачем я это сделал, просто знаешь, божье привидение. я сел, снял что-то. Там вообще у меня трэш был в начале. Ну и зачем-то это начал заливать на YouTube. То есть, ну, у меня просто, это не то чтобы желание, мне просто это надо было делать. Я до сих пор не понимаю, зачем, если честно. Ну, я не могу просто вообще никак. Так, и еще один вопрос. Сколько уже ты на YouTube? Три года? Или больше? Три. Четыре. Четыре. Значит, вопрос такой. Главный урок, который тебе преподал YouTube? У меня никаких не было отрицательных уроков, чтобы я сказала, что я где-то что-то пострадала или что-то научилась, с чему-то. Ну, или позитивный тогда. Я не имею в виду какой-то там, ну, а главный урок, который мне преподал YouTube? Есть что-то открыла как бы для себя? открыла то, что я могу своим, своей личностью зарабатывать деньги. Даже если это небольшие деньги, меня это поразило, что люди приходят, и я могу даже себе хотя бы один парфюм в месяц купить просто на то, что я рассказываю вещи, которые интересны людям. Даже, знаешь, не факт того, что у меня появилось больше денег, а факт того, что я их зарабатываю просто своей личностью, да, я, потому что я, хотя я на своей работе тоже зарабатываю, по сути, своей личностью, да, то, что я организовываю, я организовываю это так, как я это вижу, и то, что я руковожу, но все-таки люди приходят не для того, чтобы на меня посмотреть, да, в клуб к нам на дзюдо приходят люди, чтобы тренироваться у моего мужа, когда я организовываю соревнования, люди приходят все-таки на соревнования, да, оно хорошо организованное, организованное мной, но они не приходят посмотреть на меня, а здесь люди приходят посмотреть и послушать меня, И для меня это было настолько... Я поняла, почему артисты так любят сцену, я поняла, почему писатели так любят писать, и их прям прет от этого. Когда ты понимаешь, что ты что-то делаешь, что вообще вот просто никакой другой пользы не несет, кроме как вот посмотреть и послушать, и ты интересен людям, и тебе еще за это могут партюмы в месяц подарить, и у меня просто крышу отнесло. Я думаю, надо же, как интересно, надо же. И я и не думала, что такое у вас правильно. Так, есть ли вопросы еще от зрителей? Ты не устала еще? Да нет. Ну я, если честно, еще минут 15, и все. Боже, столько информации, я не знаю. Ты лучшая. Спасибо, что ты есть вообще, потому что для меня, я опять повторяюсь, эти интервью для меня, это вообще новый мир. Я думаю, что тебе хорошо пойдет, потому что очень, вот я общаюсь, и очень интересно, ты не зависаешь, у тебя прям все супер классно, и очень интересно это все продвигается. Спасибо. Большое спасибо. Я думаю, что еще пару человек, которым я напишу, и они откликнутся и согласятся прийти ко мне. Напиши Маше, может быть, она откликнется. Попробую. Why not? Потому что, ну, как бы, с ней договориться, конечно, геморройно, она тут, 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 там, но я думаю, что это должно интересовать. Мне, я вчера открыл твой канал, и увидел видео, где ты, значит, покупаешь, меряешь свои очки, и я тебе говорю, что я хотел, чтобы ты в них была сегодня в видео. Когда ты появилась, ты появилась именно в этих очках. Боже мой, какая крутая оправа. Видел вот эту часть, ты видел, да, вот здесь. Которая в полосочку, это очень круто. И у тебя в них глаза еще в два раза больше. Спасибо. Что тебе сказать? Не знаю, есть ли вопросы еще, но я бы уже закруглился, потому что я все, что хотел, я спросил. Мы уже в эфире 1 час 14 минут. Просто, значит, что тебе сказать? Продолжай делать то, что ты делаешь. И твоя уверенность, я считаю, вот это твоя уверенность и это твое эго, которое часть, часть людей не понимает. Я думаю, они тебя просто правильно очень ведут и вообще. И мне нравится, что у тебя очень профессионально сделан контент. И, короче, тебя нужно и можно смотреть, и я не знаю. Несмотря на то, что я все-таки солью людей, но когда ты мне начал писать под видео, несколько месяцев назад, комментарии, что ты меня смотришь, что нестандартный формат, что у меня, ну, в общем, ты записалась ко мне в фанаты. Мои подписчики начали мне писать, что Саша, будь осторожен, пришла Ксения ТВ к тебе на канал. Жди беды. Жди беды. Сейчас начнется, в общем, какие-то эти... Я так думаю, да что там начнется? А что интересно, что люди думают, что начнется, что я что возьму, буду на тобой что-ли стебаться или что? Я не знаю, это секрет для меня до сих пор. Не знаю, я помню, я как-то что-то у тебя написала, и мне кто-то откомментировал, что типа, ну, насколько Саша странная, но эта ебанутая все равно намного хуже, она и сюда приперлась. Я думаю, вот это... Да, 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 понимаешь? Мне получается, что как бы в ютуб-сфере здесь как бы люди, о блогерах судят только по какому-то негативу или просто по какому-то впечатлению. Просто я матерюсь в своих видео, поэтому, знаешь, все. То есть это как бы мой штамп. Получается, знаешь, это мой хэштег. Саша матюкается. И как бы это все, когда люди общаются о блогерах, они почему-то выдают характеристику, именно которая состоит только из негативных черт. Поэтому я не знаю вообще, оно так работает, мне кажется, на ютубе, но это вообще такая... Ютуб – это просто соцсеть, у которой есть какие-то свои правила, тренды и как бы там тут свои законы. В инстаграме какие-то свои другие... В инстаграме вообще там законы, знаешь, пост, всякую красоту, куча хэштегов и через три месяца у тебя будут подписчики. Это для меня вообще самая легкая соцсеть, потому что я не знаю, там вообще напрягаться не надо, красивую фотку сделал и пока. Мне нравится ютуб, потому что тут нужно еще и какую-то, знаешь, умственную деятельность сделать больше. Ну да, это самое интересное, что ты можешь немножко подумать выше, чем я. Я поэтому даже когда выкладываю в инстаграме что-то, мне еще надо вот так вот написать, что-то как бы... Только фотка и все, нет, мне надо что-то еще же там развить мысль какую-то. Скучно иначе. Вот. Так что я не знаю, кто там считает, что ты странная или я странная. Они, видимо, Джеффри Старра не видели или там еще других не видят, потому что есть на что посмотреть. И мне кажется, что ты, что я, мы очень скромные персонажи для ютуба и не являемся ничем скандальным или чем-то особенным. Как бы ютуб полон совсем других людей, от которых... Честно тебе скажу, даже они меня не особо удивляют, потому что, ну, не удивляют. Не знаю почему. Ну, удивляют. Так, все пишут, что пойдут смотреть твои видео после нашей трансляции. Надеюсь, что, когда мы сделаем обратную трансляцию, я выложу у себя тоже, пойдут к тебе смотреть, потому что я тогда, когда... Где-то я... А, когда я тебе вопросы задала, очень многие люди мне отписали, что вот мы жили под камнем и не знали про такого человека. Я говорю, ну, ребята, потому что, знаешь, у меня подписчик-то тренированный. У меня такой подписчик, который уже ничем не удивит его. Ну, давай, можем сделать ответную трансляцию на твоем канале, либо, если... Я не знаю, получится ли у тебя скачать эту трансляцию и выложить у тебя, если ютуб позволит, потому что, мне кажется, если с ютуба качать видео, то потом у себя их заливать, оно из авторских прав. Я не знаю, может... Мы с тобой что-то обсудим. Там есть одна фишка, которую ты должен будешь открыть, тогда как бы оно дает эту возможность сделать. А, ну, все тогда обговорим. Я только за. Так что надо было... Да, обговорим, еще сделаем... Я что-нибудь тоже подготовлю уже, надо же собраться с мыслями. А, да, у меня не забыла показать. Я три ночи плохо спал, я думал, что тебя спрашивать. Да не надо было из-за меня три ночи то уж это не спать. Вон по тысяче раз сразу так активизировались, видишь-ка. Я тебе забыла показать, я же здесь специально принесла, тут укрылась, думала создать такую атмосферу. У меня здесь настоящий английский плед, даже где-то здесь есть этикетка. Мне его мама привезла, я вот думаю, как раз сейчас... Где-то этикет, вот, дровок. Вот, чтобы без дураков, все как положено. О, это... Так что я... И он тут пролежал, знаешь, так, потому что я не отхожу никуда, у меня работает обогреватель, и я не могу отойти его выключить. И мне так жарко сейчас в этой куртке, еще и с пледом, поэтому вот. Такая вот закулисная жизнь. Вы думаете, блогерам так просто? Нет, мы сидим потерь. Ну все, давай прощаться. Спасибо тебе огромное, очень было приятно. Спасибо, что... Не побоялся, хотя нечего совершенно бояться, я совершенно спокойный, адекватный человек. Нечего совершенно бояться, потому что я не знаю, почему тебя все-таки называют сумасшедшей, это не так. И когда я открыл, значит, твой канал, и я вижу, что у тебя идет прямая трансляция, я туда зашел совершенно спокойно, без мата, без ничего, без психа. Ты ответила на все вопросы. Ответила очень супер, приподнести. Спасибо большое, ты не представляешь, насколько... Это большой плюс за это вообще, за все. Продолжай все свое делать, пять тем, которые ты сегодня придумала, запиши обязательно, мы ждем твоих видео. Спасибо, что ты пришла на мой первый эфир, потому что первый блин не получился комом, и это твоя заслуга, потому что получилось очень интересно. Все вопросы мы обсудили и обсудили неплохо. Спасибо тебе огромное. Всем, кто смотрел, огромное спасибо. Подписывайтесь на Ксению Тель-Авив. Всем пока. Еще раз скажи нам пока, пожалуйста. Пока-пока всем. Все, встретимся на новых эфирах, встретимся на канале Ксении и Мэм. Все, пока. Браво, получилось все на ура. Субтитры сделал DimaTorzok